блогер спали новая почта поэтому и посылку уже собрали это я видел пришло сообщение что нужно получить в отделении вы уже мне приготовили посылочку и я не на почте работы ну на складе где-то да нет это завод а завод ну ладно чем вы там занимаетесь на этом заводе тушители производим неплохо неплохо полезные вещи понял я по истории общаюсь по истории да а что именно то что именно украинская история в основном кавра небольшая небольшая это не очень древнее на самом-то деле а 30 лет а 30 лет бомбас то нет 30 лет это российская федерация так же как и украины не но там советский союз развалился вот получилась украина и российская федерация да не российская федерация это правоприемник советского союза а правоприемник понял в целом а мы правоприемник значит киевской руси там рейдманщины войска запорожского сомнительно сомнительно да нет как все таки прямо да я помню этот игорь оккупировал вместе с наместником Олегом киев каких опять туда игорь игорь князь игорь оккупировал киев восемьсот восемьдесят втором году да да вместе с наместником олегу а сколько ему лет было ну он маленький был да маленький игорь оккупировал Киев. У него был наместник, Олег. Ты что, не слышал, что ли? Так он ничего не оккупировал. И Олег это такой, знаете, полулегендарный персонаж. Это вот Киев, Хариф и Щек, они полулегендарные персонажи. Да, и Олег тоже. Потому что Олег не подтверждается ни в каких источниках византийских. Значит, есть какой-то там князь, но не ясно, это Олег или какой-то другой князь. Ну еще бы там из Византии. Но, тем не менее, это все ничего особо не значит, потому что Киев... Ну Игорь, ладно, Игорь, Игорь. Как назвал его Нестер Литописец «Мать городов русских», так он и до этого был «Мать городов русских». Он же все равно говорит, Игорь пришел. Значит, Игоря купировалось, Олега не было. Какая разница? Игорь-то подтверждается? Вся суть, что, значит, Новгород, откуда, по идее, пришли Олег с Игорем, он не был Русью, называл себя так вообще в корне. Он себя не считал Русью, если что. А эти братья Ирюрика, которые там... Это вообще мифические персонажи. А, все мифические. Ну потому что они только вспоминаются в летописи 12 века, ну то есть летопись написана в 12 веке, про то, что было в 9 веке. Логика, да? А больше нигде в нормальных источниках ничто не подтверждается. Ну да, не надо, не надо. Ну что-то же записано, что-то же дошло до... Ну вот смотри, записано, например. Значит, Нестор пишет, что... И причем, записано вот этими ребятами киевскими, мне это какая-то... Нестор пишет в 12 веке, про то, что Новгород, значит, что есть Новгород в 9 веке, он там чуть не большой город и так дальше. В результате археологи раскапывают этот Новгород, а там ничего нету в 9 веке. Он появляется только там в первой половине 10 века, то есть уже, когда Игорь уже княжем на киевском столе сидел. Ну там была Ладога еще древняя. Ну это все стоянки, это городища викингов. Городище, ты знаешь, такое городище? Так да, Рюрик викингом был. Так Рюрик неясно ли был вообще. Ты понимаешь, были какие-то викинги, которые просто приехали, сделали там табор, значит, да? Табор свой. Это и есть городище ихнее. Это не является городом. Но фамилии же у них у всех осталось Рюрикович. Не, фамилию придумали уже позже там ваши московские цари, чтобы примазаться к России. Все придумали. А в 10 веке, ой, в 10, в 11-12 веках никаких Рюриковичей нету в летописях. А кто есть? Нету. А кто есть? Есть Ольгович, есть там Стиславович, есть Владимир Ильич. Ну, в общем, есть эти княжеские орды, да? Но нет у них где Ольговича. Даже есть где-то там, не помню, как точно называется, за 11 век. Да нет, вчера вы, немного не понимая, Игорь, у него какой был погонял этот прозвищ? А никакой? Как у вас фамилия прозвищ? Просто Игорь? Просто Игорь. Мы не знаем, кто был именно отцом Игоря. А дальше были. Ну, я не знаю, я вот родом, значит, из города Ростов-Великий, знаешь такой? Не знаю. Я ж не профессионал в ваших там городах не разбираюсь. В смысле наши? Это же, я тебе про Русь сейчас разговариваю. Еще раз повтори, за какой город? Про Русь, Русь. Ты, ты просто лагаешь, я тебя слышу через один звук. Ну, короче, это, Ярослав Мудрый у нас княж жил тут одно время. У вас княж жил где? Ростов-Великий, я же говорю. Ростов-На-Реке? Ростов-Великий. А, Ростов-Великий? Это так назывался? Есть такой город, назывался такой? Да, да, да. Я знаю Ростово-Суздальское княжество. Знаю там Ростов просто. А Ростов-Великий, это что-то новое? Вот этот Ростов, да, вот этот Ростов, он с Ростова-Суздальского княжества. Ну, так был Великий, Был великий князь киевский И были князья там Ростовские, Суждальские, Рязанские Ну вот и так дальше Ну вот Ярослав Мудрый был князь ростовский Князь ростовский был? Ярослав Мудрый? Нет, он был великим князем киевским Не путай, пожалуйста Нет, потом впоследствии, когда стал постарше Он стал князем киевским Пришел там у брата, забрал в Киев А, так до этого он был наместником Он был обычным князем Сначала, да, он был Я же не говорю великий князь. Он был сыном Владимира, естественно, сыновья по своим старшинствам. Метрополия-то в Киеве находилась. Метрополия, да, находилась в Киеве. То есть великий князь сидел в Киеве, а остальные его сыны по старшинству распределялись по городам. Слушай, вот эта *** половина ваших вообще не знает, что были наместники, как бы от княжей. Потому что история эта сложная вообще-то. ***, ничего сложного нет. Половина из вас вообще не в курсе за эту ***. Это то, что мы сейчас обсуждаем, это такая верхушка айсберга истории. Они немножко не понимают то, что Русь так вот строилась. Нет, такая Русь, понимаешь, если мы почитаем летописи, то мы увидим, что никакая Рязань, никакой Ростов, никакая Суждаль не считает себя Русью в принципе. Хочешь, я тебя прочитаю для примера просто, чтобы ты понимал? В смысле, самоопределение как такового, да, может быть и не было. Там были княжества, но это же феодализм, а что ты хочешь? Ну, там споры еще ведутся по тому, было ли это феодализм. В целом же я все равно Русью называю. Славянские племена, которые... Ну, Русь в широком смысле, то есть захваченные территории, которые позже обошли. Нет, в смысле государственности какой-то на территории. Еще раз. В смысле какой-то определенной государственности на территории. Определенная государственность, ну, там было что-то определенное, какой-то, значит, платили дань, подчинялись Киеву, это можно считать каким-то... Был правящий род, который расставал наместников каких-то, которые между собой потом... Ну, прям такое супергосударство, это даже сложно называть. Они себя, да, единым государством... Ну, это государство какое-то, что-то наподобие государства, ну, не прям такое. Ну, да, наподобие, да. Какое-то государство на сегодня присутствовало. Были наместники, которые отправлялись с Киевом в Ростов. Вот там, да, по старшинству там Ростов, Новгород, он поначалу был, Киев. Ну, так как раз-таки Новгород себя как сначала не считал Русью, так он до конца, когда Новгородская республика была уничтожена Иваном, тоже не считал себя никакой там Руси. Это весьма сомнительно. Если учесть, что там постоянно сидел наместник киевский, причем это считалось... А люди там какие жили? Жили какие там люди? Какие? Ну, какие? В основном местные. Новгородские, либо вот эти немецкие словении, которые перемешаны между собой, плюс вояги и так дальше. Это все было не одним и тем же, что было в Киеве, который находился за сколько километров в одном городе? А в Киеве что не так было? Что по-другому? Ну, а в Киеве другие какие-то там местные, значит, этносы. Ну, конечно, славянские времена. Естественно, они себя считали совсем по-другому. Как они себя считали? Ну, вот я тебе читаю пример с летописи. Смотри. Значит, 1148 год. Ипатевская летопись. Значит, тут сошлись два князя. Изяслав, киевский князь, и Ростислав, новгородский князь. Вот. И они, значит, дарят один, дарят, в общем, дары друг другу. Вот. Изяслав, значит, в летописи как написано, читаю. Изяслав, да дари Ростиславу, что от русских земель и от всех цесарских земель. Цесарские имеются в виду те, что возле Цесарьграда, то есть Киева. А Ростислав, да дари Ростиславу, что от верхних земель и от варях. Вот. И мы можем сделать вывод, что Изяслав, киевский князь, приносит, значит, называет свои земли русскими, и цесарские это возле Киева, то есть главные какие-то там, да. Вот. А Ростислав, да дари Ростиславу, что от верхних земель, то есть мы можем предположить, что это новгородские как раз земли, и от варях, которые, естественно, их там много было рядом со, значит, контактировались со скандинавскими странами. Ну, конечно, я думаю. Вот. И мы понимаем, что они себя не идентифицируют как Русь, не себя идентифицируют как какие-то иные земли, которые не относятся к Руси. Я думаю, такого понятия тогда не было, как идентификация какая-то Руси. Почему не было? Ну вот, смотри еще раз, давай еще раз смотри. Смотри. Значит, 1135 год, новгородская первая летопись. Значит, в то же лето, на зиму, и до Русь, архиепископ новгородский. Как они себя идентифицировали тогда, если они не идентифицируются как Русь? Ну, новгородцы. Был же господин Великий Новгород, называлось так их. А которые киевляне, они типа Русь. Слушай, а которые в Ростове, они как все ростовцы? Ростовцы, да. А почему-то киевляне не киевляне, а именно русские. Потому что это этнически сквалось еще с древних времен. Нет, я думаю, ты просто пытаешься трактовать это немножко иначе. Это ваши, значит, рыбаков, там, Толочко, Насонов. Это все ваши, значит, историки трактуют это все. Статти пишут по этому, и это все знают, понимаешь? Вот я тебе читал, например, на этих ростовцев. Вот пишется, 1152 год, Лаврентьевская летопись. В то же лето поедет Георгий, то есть Георгий Довгорукий, я то имею в виду, с сыном своими и с Ростовцы, и с Суждальцы, и с Рязанцы, и с князями Рязанскими. Да, да, да. Так, вот это я перечислил. В Русь. То где же слышал Володимир Коридуча в Русь? Поедет к городу Киеву. То есть уточняется, где же Русь? То есть Русь в узком смысле, в узком понятии, как раз таки исконном понятии, это как раз таки Киев. Там дальше вспоминается Переослава, Чернигов. Слушай, можешь почитать, значит, статью Бориса Рыбакова о происхождении Руси? Не помню, 1984 год вроде. Ну и что это? Значит, вот этот Рыбаков, это истинно в последней инстанции, да? Он тоже трактовал по-своему. Нет, он не один такой. Я же тебе назвал, значит, Толочко, Насуну, Рыбаков и еще много исследователей. Трактовка их субъективного мнения с летописей, их изучение доводы. Они на что-то опираются. Не историки, Рыбаков полностью все летописи изучил досконально и сделал вывод. Есть логика, и как это трактовать все равно можно. Ну, типа, вот если князья, типа, правили, проходили по всей этой цепочке, вели тот же, возьмем же самого Ярослава Мудрова, который правил в Ростове, сначала княжево, потом по старшинству княжево в Новгороде. Так это наместник, это ничего не значит. Он просто учился, так сказать, княжить, в принципе. Это практика. Ну вот, да, по княжево в Ростове, потом по княжево в Новгороде, и уже потом в Киеве. То есть он проходился по всем этим городам. Ты говоришь, что, типа, никак они не связаны. Ну, это проходился, это проходился, и что? А какое отношение к родному Руси они имеют в принципе? Он там жил как-то немало. Что? Он там жил немало. Жил, ну, молодец, что жил. Так я скажу, какое это имеет отношение к Руси? Вот скажи, вот скажи. Ну, каждому из этих городов, как, дожди, из чего тогда складывается государственность? Я что-то я не пойму. Я хочу тебя спросить, если ты думаешь, что Руси называли себя вот эти земли, там, Сушдальские, Ростовские и так дальше, то скажи, а там, например, в 15 веке не называли себя Руси? Ну, то есть, по идее, должны дальше себя называть Руси, да? Я тебе говорю, что какие-то земли, они всегда называли себя... Нет, ну ответь. Ну ответь, пожалуйста, ответь, пожалуйста. Все называли княжество, определяли себя как княжество. Князь правил княжеством. Я понимаю. Все в целом вместе, все в целом вместе. Они были так называемым государством Руси. Какой-то вот определенный. Так называемый. То есть, они как бы попадали под влияние Киева, то есть Руси, но сами себя Руси не называли. Такой в 14-м, дожди, Киев, по-моему, в 13 веке уже перестал быть метрополией. В 13-м, ну да, в 13-м веке, знаешь, были уничтожены все города, все спали, но было монголами. Ты понимаешь? Прямо, б***ь, все, блин. Не, не все, не все. Новгородская республика и Новгородское княжество, и Галатско-Волынское, они стали, так сказать, существовать. А до этого, ну, не прям все-все, но очень там, скажем так, разрушения были очень жесткие. Разрушения были, да, прошли. И, естественно, большинство городов упало в быт. Правящий рог все равно остался, Рюрике. Да я же тебе говорю, что нету ни в каких летописях Рюрикович. А теперь скажи мне, пожалуйста, если... Ну, то есть, это не потомки. Получается, вот эти Владимир и Ярослав, они друг другу не потомки, да? Нет, они потомки, но они себя Рюриковичами не считают. Ну, б***ь, давай у них фамилика, они будут бездосрадальцы, да? Про закон... Вот первый, второй. Правящая династия была, давай мы можем не Рюрики называть, а б***ь, как? Правящая династия, б***ь, как? Она была? Правящая династия сохранялась некоторое время. Потом она там... Сколько появилось князей вот этих всех, что там уже можно запутаться, кто какой какой. Сохранялась практически до Ивана Грозного. Там уже до объединения многих княжеств в одно. Так скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, вот в 15 веке я тебя спросил, называла себя Московью и Русью, в принципе, хоть где-то. Можно это увидеть? 15-1400? Да, Русским царством. А, Русским царством. Нет. Никто тебя так себя не называл. И даже если мы посмотрим на путешествие... Какого там путешествия? Охраждение за Три моря Ивана Афанасьева. Афанасья Никитина, извиняюсь. Значит, это он путешествовал в 15 веке, как раз таки. Вот. И у него есть интересная цитата, опять-таки, где он пишет, что... Мы есть в Дербент заплакавши двумя суды, то есть двумя кораблями. В одном судне посол Асанбех до Тезики, до Русаков нас 10 головами, то есть Русинова, Русаков. А в другом судне шесть москвич, до шесть тверич, до коровы, до корм нашей. И так дальше, и так дальше он пишет. То есть... А Русаки кто такие? Русские, Русины, Руси... Как? Русские. Как угодно так и называют. Русаки, Русаки. Ну, Русаки это те, кто с Руси. Логично, да? Русаков. Десять нас головами. Нас 10 Русинов. Это значит, что те люди, которые там с какого-то там... Или Чернивского, или Киевского, или Переславского, значит, сидят в одном корабле. Десять человек. А в другом сидит шесть москвич. То есть шесть москвичей, или московитов, не знаю, как можно назвать. Да шесть тверич. То есть шесть еще тверичей. То есть каждое вот это княжество... Тверское княжество, кстати, тоже было отдельное на то время. Вот пока не было завоевано московским... Что-то непонятно. Одних они, значит, величают как выходцы из городов. А других они из других городов... За Руси, да, за Руси. То есть... Они даже не величают их как по городам, получается, да? Да, в принципе, вот есть территория Русь. Там Киев, Чернигов, Переслав. Все, сомнительно, это все. Так я же тебе читаю все. Это ж не я придумываю, понимаешь? Это все читается. И если ты посмотришь на то, когда, в принципе, получил титул Иван Третий, присвоил себе титул в Сиярусии, то это там 1480-й вроде год, или 1478-й. Это когда он написал письмо Максимилиану, ну, было письмо Максимилиану Первому, императору Священной Римской империи, где он упоминает, что там города, которые у него уже есть под владением, и те, на которые он еще даже претендует, в списке которым был Киев, который ему не властен был на то время. То есть он уже наперед высунул, значит, свою претензию по тому, что Киев должен быть наш, потому что он до этого уже, в принципе, большинство земель, бывшей так называемой Руси, в широком смысле было захвачено. И он присвоил себе этот титул. Постоянно, вот эти земли были постоянной оккупацией, да, в отличие, кстати, от Мовгорода и Ростова. Но до 15 века никакое русское царство, никакой Руси, в принципе, не существует. Они там под золотой рядой, там, непонятно что. Я не понимаю, как ты это определяешь, потому что, говорю, но все равно... Потому что нет раньше упоминаний никаких. Есть правящая династия определенная, даже вот если я понимаю, что ты отвергаешь их фамилию, но она была. Хорошо, давай. Предположим, что есть династия. Мне кажется, как-то эта династия определяется. Предположим, была там какая-то династия мифические Юриковичи или естественные Игоревичи, как их называй, была. С нее ветки разные распределились. То есть, одна пошла на восток, другая там на север, третья на запад. При этом никакой себя вот эта восточная ветка Руси не называла вплоть до этого титула. Так, подожди, подожди, а западная ветка на чле тогда уже, когда в 13 веке, Данила Романович когда был, она себя как раз таки называет Русью. И потом даже Данила... И вот эти 13 века все вот эти пацаны, которые проходились по землям нынешней Руси и Новгороду, они всегда заканчивали поравить в Киеве по старшинству, под старый след. Кто-то там насильно выбивал этот город себе из этой династии. Слушай, так слушай, я ж не доказал, смотри. Я просто все равно не понимаю, к чему ты ведешь. Данила Романович... Как это отрицает того, что, типа, ну тот же самый Ростов, да, вот откуда я? Так я ж тебе рассказываю. Данила Романович коронуется с рук Папы Римского, то есть это официальное признание, как король Руси. Как король Руси. После этого мы можем, значит, видеть королевство Русь и можем видеть печатку, печатку этих, как раз таки, князьей. То есть, например, печатка внука Юрия Львовича, внука Данила Романовича, на которой присутствует такое, значит, такое, значит, написание, как Рагик Русик, то есть означает король Руси. Это королевство Русь существует там, ну, до второй половины половины четырнадцатого века, после чего там попадает под влияние литовцев-поляков, вот, и после этого все равно его даже в составе там Польши-Литвы его называют русским воеводством. То есть на начало пятнадцатого века территории западной Украины называются русскими, вот. Мы это можем увидеть на картах уже и позже. И шестнадцатого века Олафа Магнуса, карта Марина. Мы можем увидеть на это на картах семнадцатого века, где написано там Украина в центре, а на западе мы видим Русь, вот, ну, там, где Львов, там, где Львов, город, там написано Русь и Апас, то есть русский земля. А вот в каком, я думаю, мы видим надпись Украина? В семнадцатом веке мы уже видим свободно. Дальше в восемнадцатом, девятнадцатом мы так дальше видим эту всю надпись. А это, подожди, это они себя переименовали из русских украинцев, что ли? Нет, это плавно переросло, то есть больше, значит, Русь, как бы название само осталось больше существовать все-таки на западной Украине после монгольского, на монгольской навалы. Где мы, вот, смотри, где Ростов, Великий Ярославль. А на востоке, если мы посмотрим, опять-таки, называют те же самые карты. Например, карта Олафа Магнуса, это швед, который издал карту в Ватикане в 1539 году. Мы видим, значит, что мы видим, там, где на территории, ну, тут попадает только северная современная Россия, значит, тут написано Московия Парс. Если мы смотрим ниже, там, где хоть кусок чуть-чуть, там, западных областей Украины, там Русия, как раз таки, написано. Вот. Если мы посмотрим на карты 17 века, опять-таки, мы видим Московия, ну, Магнедукатус Московия Парс. То есть, это карты Мозеса Пита, Вильгема Пфана, это голландцы все. Ну, Гийома Волосера, дабы Плана, не любят, но все равно это интересная карта. 18 века. Ну, а вновь, ты мне объясни, как историк, как русский, Русь переименовалась в Украину. Это плавно переросло, как я вижу. Ты все так складно бормочешь, а вот тут ты не можешь объяснить. Могу объяснить. Русь, ну, давай. Могу объяснить. Если, опять, опять я тебе зайду чуть-чуть с раньше, чтобы ты понимал, что это одно и то же. Значит, смотри, есть Лексис... Русь, Украина. Смотри, Лексис Лавентия Зазантия за 1596 год, это издание. Значит, здесь мы можем увидеть в конце, в конце мы можем увидеть словарь, который состоит из славянских слов. Словянских, тогда так называли церковно-славянский язык. И русских, или русских, как вернее говорить. А русские відповідали как раз таки украинским. Почему? Потому что я читаю. Значит, бездна на славянский, то есть церковно-славянский. Безодня на русский, то есть украинский. Безумие, шаленство. Беседа, розмова. Благодарный, вдячный. Больница, шпиталь. Благодарю, дякую. И так дальше. Там очень много слов. То есть мы видим, что русские слова відповідают, ну, значит, сопоставимы с украинскими на 16 век. Но они называются украинскими на то время. Так же есть еще Милития Смотрицкого. Там очень интересный тоже цитата, где он, значит, где он, где он, что. Где он пишет. Значит, называется «Граматика славянская». 1619 год издание. Значит, он пишет. Это он на славянский, на церконославянском пишет. Теперь он пишет на русский. Русский, столкуем, пишет. От злого и уста твои, нехай не мовлять зрады. Тобто мы бачим, то есть мы видим, что, опять-таки, русская соответствует какому-то там старому украинскому языку. Но она не называется украинским. Ну, потому что это есть. Я это не прочитал на украинском. А польский язык делся, где там тоже очень много заимствований у поляков в украинском языке? Польский. Это отдельная тема. Там, может, какие-то слова заимствованы. А вот здесь не может. Послушай, ну, ты хочешь еще за свой язык сказать, что какой твой язык? Я могу тебе за твой язык рассказать. Ну, я за свой язык знаю. Нет, ты не знаешь, я уверен. Знаю. Знаешь. Ну, давай тебе расскажем. Ты мне можешь потратить какие-то заимствования? Вот такие же примеры сейчас проводить. Ты мне так и не объяснил, как украинский. Вот, 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 вот. Как русский превратился в Украину. Вот, я хочу тебе закончить с Украиной, а потом тебе расскажу за твой язык. Просто он никак не вяжется. Смотри, значит, мы видим, если мы берем карты уже 17 века, где мы свободно можем увидеть Украину. То есть карта Украины называется, либо через У, либо через В. Вот. И мы можем увидеть, что к Украине относятся в основном как раз таки центральные области. То есть центральная территория Украины. На западе мы видим там Русия, Парс, Волыния, Парс, Подолье и так дальше. Вот, то есть это название уже, значит, возрастает уже где-то в 15-х, в 16-17-х веках. Как походное, то есть которое относится к краю. Вот, к какому-то там краю, к какому-то там обычно, как говорят, как говорят, родные края. Еду в родные края. Подожди, чувак относится к краю. У края. Это относится к родным краям. То есть землям родным. К родной стране. К родной... У края Западной Руси получается, правильно? Нет. Не у края. А у... Значит, край значит само слово земля, страна, государство. И есть такое понятие, ты должен его знать. Родные края. Есть даже у Брутто песня, называется «Родный край», где он поет... Для нас это понятие куда более даже широкое, нежели для вас. Ну, дальше. Нет, для нас оно более широкое и для всех широкое. Потому что даже если мы можем увидеть... Значит, что мы можем увидеть? У нас много края до сих пор, да. У вас нет одного... Есть, значит... Кроме края. Есть, значит, такое понятие, как крайна. Знаешь, что это такое? Крайна. Крайна – это историческая область, которая ныне занимает какую-то там большую территорию государства Словении. Это было... Не то, что историческая область, это даже называлось так государство. То есть у него там был свой герб, свои там... И это большая часть Словении так называлась... Ну, называлась крайной. Вот. Есть в Польше такое понятие, как армия краёва. То есть армия государственная. Вот. То есть это понятие про Украину возникает в 17 веке, которое относится больше к каким-то родным землям, родной стране, родным краям. Вот. Оно возникает, естественно, плавно переходит с Руси на Украину. Вот. Но при этом западные области до сих пор остаются так же называться Русью. Вот. И существует вплоть до сегодня даже. То есть если мы можем там увидеть русинских... Карпатских русин, то это как раз такие далёкие... Далёкие насчётки... Они себя уже вроде не называют русиной. Что-что? Они себя вроде уже не называют русиной давно. Есть карпатские русины, ты можешь загулить, посмотреть. Это так... Они до сих пор себя определяют как русины? Да. Ух ты, них бедная душа, да? Ну, про чуть-чуть знаешь. Если что, это пишут... Это... Я думаю, там остались только украинцы одни. Смотри. Я читаю из твоей большой российской энциклопедии. Это, значит, издание, которое редактируется академиками-историками. Вашими, российскими. Не, я понимаю, я же говорю, я удивляюсь, что дожили до наших дней русины там. Ну, да, сохранилось до сих пор название. Такое суровое время, я просто не знаю. Я тебя могу заситировать, чтобы ты точно знал. Значит, русины в широком смысле одно из обозначений восточных славян. По памятникам древней русской литературы... Да, я в курсе, что такие русины. Что ты мне... Я мне просто не знаю. Ты очень интересно вытратовываешь вот это преобразование Руси в Украину. Прям... Потому что так и есть. Потому что русская мова, русский язык, он был... Он и есть украинский, просто он назывался русский. Это вся идеология вот этих вот, с этих оккупированных земель. Польшей. Что? Речи Посполитой. То есть это вот пришло оттуда. Русские, они, ну как... Государственность, если равно... Считаю, что она как-то определяется правящей династией, Которая правила на этих землях. Не понял, что пришло оттуда, какие оккупированные территории? Все эти ребята из правящей династии Также проходились по русским вот этим городам княжествам. Так ты понимаешь, что вся суть? Если кто-то себя в эти сродавние времена Определял как княжество, И определяли их как княжество, пожалуйста. Я просто все равно не понимаю, причем здесь Украина. Ну вот просто не понимаю. Потому что на ее территории была... На территории была, но это не знаю. С этим же никто не спорит, что там была Русь. Смотри, еще раз, еще раз. Там и российское имбирь, и русское царство впоследствии было. Послушай, понятие Русь относится только к землям Украины. Я тебе назвал, почему за эту Русь рассказал всю... Нет, с Данила Романовича. До 15 века. До 15 века. Я говорю, Ростов себя тоже великий определял, как... В каком веке? Как, блядь, в каком? Ярослав Мудрый когда у нас там правило? 900, ой, 1000. Ну вот где я там, получается... Ростов был великим стольным городом, да? Ну нет, не самым главным. Не главным. Одним из... Ты говоришь за какого-то наместника Ярослава, который временно княжил в Ростове, и говоришь, что это был какой-то великий тоже Ростов. Это очень глупо. Таких князей, таких сыновей Владимира сидело по городах еще очень много. Это были обычные наместники, которые не назывались великими князями. То есть у них там не было дружины, да? То есть они там не отбивались от каких-то грабителей. Конечно были, но они подчинялись великому князю киевскому все. Они не были отдельным чем-то в состоянии. А наместнику не подчинялись, правильно? Что? Наместнику не подчинялись, правильно? Какому наместнику? Я же сказал, что наместники подчинялись великому князю. Потому что наместники были сыновьями этого князя. Да, да, да. И то есть люди, которые там собирались, дружины этого князя из этого города, в котором он правил, например, в том же самого Ростове, и в том же самом Новгороде, и Новгородской дружины. Это, в принципе, так просто. Правильно? То есть они не имеют никакого отношения. Ни никакого отношения не имели ни к наместнику своему, ни к... Ты уже сам запутался в своих словах, я тебе еще... Нет, нет, я тебе задаю вопрос. Ты просто как определяешь этих людей, которыми правильные наместники? То есть они как-то не имели отношения к... Не набирались, не имели отношения, не набирались. Они одновременно, одновременно. Они, получается, были оккупированы, правильно, русским князем? Нет, эти земли были сначала оккупированы, потом добровольно, население все, в принципе, стало подчиняться Руси. То есть, получается, в состав Руси они не входили? То есть на местики там просто посидеть приходили, правильно? Нет, на местики как раз-таки были для того, чтобы контролировать эти территории, и заодно учиться, набираться опыта. Да, но эти территории входили, я не понимаю, просто в Русь или нет? В широком смысле, я же тебе говорю. Широкий смысл, это значит, что не попадают под влияние Киева и Руси как таковой исконной. Нет, мы берем вот Русь как государственность. Они входили в состав Руси или не входили? Входили в состав Руси, ну если они им подчинялись, если они платили дань, если они подчинялись власти в Киеве, то, естественно, они входили в состояние на XI век. Но XII век, там ситуация уже начинает меняться. Что там поменялось? Ну, раздробленность чуть-чуть подукрасила это все. То есть между собой воевали князья уже... То есть они уже до этого их можно было назвать русскими, а после XII века их уже нельзя назвать русскими. Да нет, они себя и в том же веке... Хорошо, давай по-другому, давай по-другому, я понял, что... Ох, ну как они говорят! Не-не-не, я понял, я понял, за что ты говоришь. Я подразумеваю, что, типа, значит, до XII века они были русскими. Я понял, ты думаешь, что... Да-да-да, я понял, что ты... А потом вдруг они, короче, перестали быть русскими? Нет, да, нет-нет-нет-нет, они не были, значит, Русью и до того, если ты об этом. То есть князь просто так приходил посидеть, правильно? Смотри, смотри, я тебе читаю древнейший русский документ. Ой, я 907-го года. Сами с вами, получается, что они приходили поучиться, как быть русскими, значит, на этих землях. Потом возвращались туда наученные. Смотри, ты слышишь... Нет, вот твоя лука. Ты слышишь само слово русский? Есть русин и есть русский. Русский это чей? То есть русина. То есть он себя же не называет русским или русином, тем более. Он какой-то там... Почему? Он какой-то там мерянец. Он какой-то там весь. Он какой-то там чудец. Он какой-то там мордвин. Он какой-то там... Кто там... Какие-то там еще племена жили в финно-угорске. Они себя не называли, естественно, русинами. Ну, может, там какие-то уже бывшие, которые уже дослужились до чего-то. И то это такое. А само население себя, естественно, не называет русинами и русскими. Это можно посмотреть у древнейших документах. Например, смотри, Игорь. 1944 год. Это, значит, первая... Ой, повесть временных лет. 1944 год. Значит, пишет. И Игорь совокупи воем ноги. То есть он... И Игорь, значит, объединил многих... Многие войска. Многих воинов. Я таскану летописи нашел. Мне прямо интересно. Повесть временных лет. 1944 год. Там это оригинал. Это оригинал. Ну, это я себе поскоренил эти цитаты. Естественно, я их тебе читаю. Потому что... Чья трактовка вот этих цитат? Это не трактовка. Это я тебе читаю в оригинале. И Игорь. И Игорь совокупи воем ноги. То есть воем ноги. Варяги, Русь, и Поляне, и Словене, и Кривичи, и Тиверцы, и Печенеги. И на Италии в них поем по идее на греки. В лодьях и на конях. То есть пишется, что Игорь, значит, взял многих воинов. Варягов, Русь, Полян, Словен, Кривичи, Тиверцев, Печенеги. То есть Русь выделяется как отдельные, как отдельные воины. Которые не относятся ни к варягам, ни к Словенам, ни к Кривичам, ни к Тиверцам, ни к Печенегам. И пошел на греки. По идее на греки. То есть на Византию. Ну, называли греками их. Значит, в лодьях и на конях. То есть на кораблях и там кони у них были. То есть они получают... Русь, это не ваши племена, которые жили на ваших землях. Но он не определял это своих людей, с которыми он пришел в Киев. Он их так не определял Русью. Он пишет варяги, Русь, Словене, Кривичи, Тиверцы, Печенеги и так далее. Ну вот как странно, он вроде сам должен быть варягом. Должен быть варягом, но видишь, он уже получается словенизировался. Русификувался уже. Сам определился как русский, правильно? Как русин. Ну он вырос, он малолетним попал Киев. Естественно, он вырос в Киеве с русинами. Слушай, слот в законах даже. Она называлась не русинская правда, а русская правда. Русская правда, потому что на цирконославянске пишется русский. Почему не русинский? Я же говорю, на цирконославянском пишется русская. Русский. То есть русски и русины по цирконославянскому пишутся одинаково, правильно? Нет. Нет, я же говорю, как раз таки русины идентифицируются по церковному славянски как русский. Ну, как? Русский. Смотри, я тебе вот, что я тебе большую российскую энциклопедию приводил. Значит, это русины, пишет большая российская энциклопедия. Русины бытовало у жителей Древней Руси минимум до 19 века. Оно встречалось на русском севере не позднее 16 века в основе украинских, на украинских и белорусских землях. Также получила распространенная форма меньшего числа русин. Латинский эквивалент рутении, рутении и также рутения. Позднее сохраняется почти исключительно у карпатских русин. То, что я тебе и сказал. Это пишет ваша большая российская энциклопедия. Понимаешь? Что это жители Древней Руси, названия которых, в принципе, сохраняются. В 16 веке оно попадает на украинских и белорусских территориях. И позднее уже сохраняется в карпатских русинах. Ну, карпаты, горы в горах всегда консервируются. Вот эти Древние Народы. Вот и все. Ну, все равно что-то я говорю, я не понимаю, как ты тракуешь. Вот эти ребята, которые были в Новгороде, в Ростове. То есть они были русские, а потом перестали ими быть. Правильно? Я уже задарался одну и ту же пояснить. Не были они русскими, пойми ты это. Это были какие-то местные племена, которые не идентифицировали себя, как русины или русские. Ну, подожди, а Ярослав себя мудрый, как индивидуфицировал. Великий князь. Я не знаю, как он себя... Национальности тогда не было. Это все разные какие-то... Он был великим князем киевским. А киевляне были русские, правильно? Киевляне... Киевляне это русины. Это единичная... Я тебя прочитал. Единичная форма. В Древние Руси называется Русин. Получается, он тоже был русином. То есть в Руси жили русины, логично. В Литве — литвины. В Польше — пуляки. Ну, получается, он тоже был русином. Ярослав мудрый. Получается, был русином. По генетике он был намешан, естественно, с варярским каким-то. Но он себя считал русином, получается. Потом присоединил, получается, вот эти вот... Откуда пришел? Вот эти тоже города, тоже к Руси присоединил, правильно? Ну, раз туда наместники подправлял. Это как раз-таки широкое... В широком смысле. Русь — это как раз-таки территория, которые были присоединены позже к Руси. То есть в общем смысле их тоже можно называть русины, правильно? Их можно называть русские земли. То есть те, кто принадлежат русинам. О, вот, русские земли. Те, кто принадлежат русинам. Но они себя не называют ни русинами, ни русскими. И до 15 века, до 15 века никто себя так не называет на ваших территориях. И даже после этого... Ты сам потом сказал, что себя все потом увеличали, как это, по княжеству. Я тебе цитаты уже тысячу штук привел. Ну, кроме лак, давай. Я уже задрался это все. В своем киевском князе называли они себя русские, а остальные были нерусскими, правильно? Хочешь узнать, как себя называла, значит, ваша так называемая Россия в 17 веке? Сами себя. Как я тебе читал на картах, что там Московия и еще что-то. Давай прочитаем, значит, Столбовский договор за 1617 год. Значит... Что? Это договор между шведами и москвитами в начале 17 века. Который был укладен в перемирие, так называемый. И тут есть листование послов шведских и московских. Значит, пишется. Это оригинал. Я тебе читаю цитаты оттуда. Наконец, отвечая... Ну, это пишет... Это в 19 веке историк издал вот этот труд, который имел на руках оригинальный документ. И он, значит, пишет... Оригинальный документ есть? Что-что? Оригинальный есть документ? Ну, где-то есть, но это надо его поискать, чтобы там на разных языках, естественно. Но этот историк, вот, пишет, значит... Наконец, отвечая на обвинения наших послов, Деля Гарди прибавил. То есть это шведские послы говорят. Князь Иван Микитич Одоевский и всяких чинов люди крест королевичу Карлу целовали. И вам бы даныне в том своем приговоре устоять и королевича Карла Филиппа на московское государство принять. На это послы отвечали сердито. То есть это уже московские послы отвечают этим наглым шведским послам, как они считают. Значит, Ты за бездельное дело... Что ты за бездельное дело затеиваешь? Мы, королевича, не хотим. Притом же сам государь ваш московского государства к боярам ко всяким писал, что кроме московских родов ни у кого на московское государство государям из чужеземцев не убирать. А убрать на московское государство из московских родов, а кого на московское государство государям уберут. И государь ваш с ним будет в дружбе и в любви. И так дальше, и так дальше. То есть послы, официальные послы, московские, называют свое государство московским. Не русским, не русским царством, а именно московским государством. Ну, как сейчас, да, знаешь, там, Москва, что говорит, как тогда определяли, ну, я не знаю, сомнительно вообще, как можно целое государство именовать по столице. А вот так, вот так и минуется. Давай я тебе, давай я тебе... В более-более поздних, там, я считал этот вечный мир между Речью Посполитой и Русским Царством, там уже увеличается как-то Русское Царство. У вас очень много фальсификаций по этому поводу. Не-не-не. И по региональным документам. Это документы Речи Посполитой. Есть скан, там все спокойно читается. Надо все это смотреть, потому что Речь Посполита... Речь Посполита... Речь Посполита. Уж точно не называла так Русским Царством. Если ты... Вот давай то, что можно легко проверить, то, что легче проверить. Вот есть у вас... Россия, Руси называют вот это Московское... Смотри, я тебе еще раз навожу пример. Это можно найти... То произведение можно было найти на библиотеке Бориса Ельцина. А это произведение... Это тонкости трактовок. Территория Руси все равно же входила, получается, в Московское Царство, впоследствии в Русское Царство, впоследствии в Российскую Империю. Ну, не вся. Периодически она была под оккупацией Польши, Австро-Венгрии. Какая разница? Ну, какая разница? В том, что вы не относитесь к Руси в принципе. Вы себе называете... Мы относимся... В смысле, б***ь? У меня был... В смысле, да-да. У меня основатель города Ярослав Мудрый. Предания все там есть о том, как он разбил... Восновал молодец. Но, знаешь... Ну, типа, он относится... Это ничего абсолютно не значит, что он не знал. Я, получается... В городе, где княжила эта династия постоянно... То есть я, получается, не отношусь ни хера. Как ты, б***ь... Мне, знаешь, мне кажется... Мне относится, потому что... Потому что... Потому что вы пытаетесь приплести территорию Украины, то есть Руси. Пытаетесь приплести спокой веку. Ты мне так и не объяснил, каким чудом Русь превратилась в Украину. Так я тебе все объяснил. Она переросла в это название. Переросла в это название. Я беру карты, документы. А ты берешь только свои слова. И все. Это вся разница. Каким-то советским посланом виднее, что было на Руси. Хорошо. Вот. Это будет... Давай, давай, давай. Это будет проще. Значит, государственная... Ты берешь так вот, обрезаешь то, что тебе интересно, то ты обрезаешь. Давай. Я тебе цитирую... Я тебе... Я тебе цитирую твои сказки. Называются законные постановления. Полное собрание законов Российской империи. Собранные первые издания... Ты там когда вырезал... Посмотри. Когда ты все вырезал, вот ты вот себе не обрезал там про Ладогу, про Новгород? Ты сейчас 649 год. Откуда пришел Игорь? Не скакивая из темы. Значит, я тебе... Я не соскакиваю. Я у тебя спрашиваю. Ты когда себе вырезал вот эти цитатки, ты про Новгорода обрезал себе? Какой Новгород в девятом веке? Я тебе уже объяснил. Откуда Игорь твой без Рюрика, который пришел? Как же он без Рюрика может жить? Это в повести временных лет ты нету, да? Это ты решил не вырезать. А, в повести временных лет все есть, естественно. Только в остальных источниках ничего нет. То есть, ты вырезаешь. Ты просто не принимаешь того, что тебе будет больно осознать то, что никакого Рюрика не существовало. Никакого Новгорода в девятом веке не существовало. Никакого, в принципе, русского царства до 18 века, та и после него, когда Российская империя была, не существовало. Было московское государство. Я тебе хочу зачитать полное собрание законов, ваших же законов, которые изданы с 1649 года, они есть в списках полных, на вашей основной публичной исторической библиотеке России. Ты этого не хочешь слышать, потому что тебе больно будет. Я говорю, московское княжество выигрывало в этих феодальных разборках между другими землями и княжескими. Московское княжество, когда выигрывало... Московское княжество выигрывало на том, что оно, значит, когда побеждало какие-то там города и тот, оно сразу же уничтожало всех местных жителей, проводило геноциды, как было с Новгородской республикой и Великим Новгородом. И, естественно, оно выигрывало, потому что оно просто на эти места засовывало своих вот этих, значит, мокшанских, московских вот этих деятелей. Понятно, что оно выигрывало. Я же скажу, не хочешь принимать это твое дело. Я тебя попытался объяснить, ты не хочешь слушать. Все, давай, удачи тебе.